Успешная команда бизнесменов-практиков представляет Любовь — это сила, это не слабость. Когда мы любим, мы любим из силы. Часто мы говорим о любом слове, и при этом испытываем страх. Что меня любят, что он достаточно хорош, что у меня какие-то комплексы. Любовь к себе и любовь к близему — это сила в любви. Я могу только любить кого-то, если я люблю себя. Достаточно уважаю себя, достаточно напоминаю себя. Как Иисус сказал, люби ближнего как самого себя. И самого себя мы поставим сейчас на первое место. Как любить без него? Я не люблю самого себя. Если у меня какие-то комплексы, если я постоянно говорю, тут я жирный, там я сильно похудел, там я сильно… Я не принял себя, какую любовь я могу дальше дать. Любовь к себе — это уважение к себе, это почтение к себе. Человек, который любит себя, он не даст себя унизить, оскорбить, это любопись. Да, она вытерплива, она милостива, но при этом человек знает себе саму. Понимаете? И когда я люблю себя, тогда я могу отдать какую-то любовь другому. Он сейчас повернулся, от веры к уверенности и в любовь повел. Заметили? Резко. Потому что я дома Бог, я не ведома какими-то консектами. Кому-то это сейчас очень нужно. Он говорил много мне об этом. Боль к себе — это в первую очередь почтение к себе. Мы многое делаем просто реально из страхов, из страхов не понравится, из страхов не быть понятыми, из страхов быть нелюбимыми. Мы иногда угождаем родителями там, где надо, мы иногда угождаем близнями там, где надо. Только из страха, из страха быть нелюбимыми. Видите, там, где страх, там не будет Иисуса. Он не действует там. Он действует только в любви. А Бог — это сила, друзья. Я боюсь потерять своего мужа, так ты его потеряешь. Боюсь потерять свою жену, ты ее точно потеряешь. Потому что, если ты любишь, то это даешь возможность только выразить. Хочет он быть с тобой или нет. Послушайте, если любовь — это... Сила — это внутреннее состояние уверенности, то я же не боюсь тогда кого-то такой, правда? Если я уверена в себе, если я люблю себя, если я знаю, что Отец Небесный любит меня, то когда я вижу, что со мной неправильно обращаются, не хотят быть рядом, я из страха буду держать кого-то. Рядом не боюсь, чтобы... Чтобы быть любимым. Я кому-то это сейчас говорю. Любовь, друзья, это свобода, сказал мне Иисус. Любовь — это полная свобода. Иисус есть любовь. И Он живет в вас. И это полная свобода. Это нет страхов зависеть от кого-то. Это нет страхов денег не потерять. Это нет страхов ребенка потерять. Нет страхов партнера потерять. Послушайте, если партнера можно потерять, то это не любовь. А какая же это любовь, если ты можешь его потерять? Поймите, Иисус, Он говорит, ты просишь меня сейчас восстановить там, возобновить что-то. А как? Ты же действуешь сейчас из страха. А я в страхе не действую, я есть любовь. А любить можно из-за океана, не друзья, не обязательно рядом лежать. В этом сила. Сила не в том, что это мое, я буду тебя продержать и все, и теперь никуда не денешься. Нет. Сила в том, что это твой выбор. Если тебе хорошо со мной, оставайся. Если тебе лучше там, то я тебя благословляю. Самое главное, чтобы тебе было хорошо, вот она любовь. И тогда человек подумает, о, хорошо ли мне там без него или без нее. Меня тут насильно никто не держит, меня просто любят. Я в свободе, я имею право без тем не быть. Аминь или не аминь. Кому-то это помогает. Он реально вышиб меня из одной темы в другую тему. Слава тебе, Господь. Любовь от непривязанных, друзья. Все, что мы с привязанностью связываем, это слабости. Это страхи. Если ты боишься что-то потерять, то ты в страхе. Там не будет Иисуса. Иисус, Он помогает только если любишь. А если боишься, Он не помогает. Он 365 раз сказал на каждый день, не бойся, не бойся, не бойся и не сомневайся, не усомнись в своем сердце. Если ты не сомневаешься, что тебя любят, то ты спокоен. А если ты сомневаешься, что тебя любят, друг мой, значит, тебя, может, не любят, а может, ты просто полный страха. Полный сомнений? Сильно? Это победа, когда ты свободный друг. Это победа, когда ты боишься больше. Не боишься быть ненужным, не боишься потерять, не боишься быть толстым, не боишься быть худым, не боишься быть сломанным, не боишься быть каким-то... Ты просто страх потерял, как говорят, в миру, да? Ты ничего не боишься. Дьявол работает только там, друзья, где ты боишься. Если ты перестаешь боять, если ты страх потерял, то действует Иисус. Ничего не бойся. Не пытайся угодить, не пытайся быть каким-то другим, не пытайся что-то из себя там показывать, выставлять. Это все не нужно, это все не Иисус, ты настоящий, ты чистый. Ты идешь по правильному пути, ты ничего плохого не делаешь, у тебя все хорошо, меняться надо убить. Но так как мы начинаем бояться, именно там враг давит, и в этот момент он говорит, давай бросай все святое, все хорошее, все чистое, переходи на мою сторону, где тебя, в принципе, топят. Но сначала покажут вроде как любовь, которую мы знаем по жизни. Но нам чистая любовь нужна, нам святая и свободная любовь нужна, друзья. Когда мы свободны от комплексов, когда мы свободны от каких-то зависимостей, когда мы свободны от каких-то пониманий, знаний, хотим где-то выделиться, показаться, рассказать о себе, поднять себя самого, развысить себя самого. Это все не свобода, это все не любовь, друзья. Любовь, она чистая, она милосердная. Давайте найдем, что такое любовь Господа. Что такое любовь от Господа, друзья? Может быть, сейчас Господь прям касается вас, прям рыться в вашем духе, в душе, в мозгах ваших. Смотрите, любовь. Любовь, она долготерпит. Любовь милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Вот это я такое, это я сделала, это мои люди, это вот у меня такое. Любовь, она вообще превозносится, друзья. Она не гордится. Она не бесчинствует. Она не ищет своего. Вот я сейчас тебе это сделала, а теперь ты мне вот это сделала. Это ты вот, ты видел, что вот я тебе это сделала, а теперь ты вот. Она не ищет своего. Я сделал, потому что я тебя люблю, а не потому что я вот ждал, что ты сейчас мне отметишь тем же. Она так не делает, любовь. Любовь, она реально чистая. Там нет вот этих подвох. Ты меня знаешь. Субтитрыutsé. Субтитры создавал DimaTorzok